У нас мы начинаем заключительное в этом учебном году заседание межпредметного семинара. В следующий раз у нас, может быть, будет, может быть, нет заседания в режиме микроконференции. Это зависит от того, найдется ли достаточное количество студентов, которые захотят сами сделать доклады. А сегодняшняя наша тема – кризис образования и способ его преодоления. Состояние системы образования лично я расцениваю как глубокий кризис. Почему? Что я вижу со своей колокольной? Мне приходится вести занятия, мне приходится участвовать в работе приемной комиссии МФТ. Я разговариваю с индустриентами, я разговариваю с поступившими студентами, веду занятия. Ну и это дает повод, те наблюдения, которые я при этом делал, дают повод для некоторых обобщения. Значит, что видно? Уровень подготовки школьников и студентов постоянно падает. В чем это выражается? Ну, скажем так, вот совсем недавно мне пришлось проводить региональный этап Всероссийской Олимпиады в городе Ноябрьске. Это Ямало-Нинецкий автономный округ. При том, что в этом Ямало-Нинецком автономном округе есть достаточно много сильных учителей, которые регулярно оказывались в состоянии подготовить участников сборной команды России, сборной команды школьников по физике, которые представляли и успешно представляли Россию на международных олимпиадах. В этот раз три человека из этой группы, которым раньше это удавалось, представили только одного участника, остальные, ну, то есть один человек, одному человеку удалось подготовить участника, остальному это дело не удалось. Значит, уровень Олимпиады был такой, что вот очень показательным был теоретический тур в 11 классе. Был три участника. Первое место занял участник, набравший в теоретическом туре решение задачи. Из 50 очков 8, второе место занял участник, набравший из 50 очков 2, и третий место занял участник, набравший один утешительный балл. Просто за то, что пытался решить одну задачу. А как по другим регионам? Всего три участника. А по другим регионам что происходило? По другим регионам не знаю. Вот. В общем... Ну, насколько я могу судить, скажем, я достаточно регулярно в Тульской области, участвую в жиле областных Олимпиад по математике и по физике. По физике там такая ситуация, что обычно экспериментально кто пишет меньше народу, чем теоретически. Иногда там возникают... Вначале возникали какие-то сомнения по поводу того, что вот насколько хорошо, что после теоретического тура кого-то отсеивают, насколько там вот это справедливо. Но реально оказывается так, что отсеивают там после теоретического тура больше половины. Или около того. Но при этом во второй тур на экспериментальном проходит те, кто, ну скажем так, обычно решил хоть одну задачу. А те, кто отсеиваются, они и не этого не... Нет, здесь не отсеивали никого, писали все. В общем, уровень экспериментального тура был чуть-чуть повыше, но, в общем-то, типичная ситуация, когда правильно поставить эксперимент участник Олимпиады не может. В огороде Бузинавки или Дядька измеряемая величина не имеет отношения к эсконом. Ну, что значит, там, например, в мере какой-то сопротивления нельзя найти искомое, потому что оно не выражается, не хватает данных. Ну, наверное, эта тенденция существует не только в немало-немецком автономном округе. Значит, когда я участвовал в последний раз в работе приемной комиссии МФТИ, мне пришлось разговаривать с девушкой, которая поступала на ФИФТ, факультет инноваций и высоких технологий. Девушка училась в Подмосковье, сама армянка, у нее золотая медаль была, у нее было 100 баллов по ЕГЭ. Значит, девушке... А? А физике? А физике? Девушке я дал задачу. Перед этим я дал вот эту же задачу пареньку, у которого по ЕГЭ было баллов 70. Он ее тут же решил, сходу на меня посмотрел колугольными глазами, потому что он сказал, что не ожидал, что на ФИФТИ это будет такую простую задачу. Дал эту задачу девушке. Полчаса сидела, ничего, чистый лист бумаги. Вышел на 10 минут. Прихожу. На листе бумаги появились три формулы, среди них правильный ответ. Как спрашивала, решала. Зачеркнула то, что написано, сказала, я не знаю, как решать. Правильный ответ не узнал. Вот 100 баллов по ЕГЭ и золотая медаль в школе. А вот тогда она в каком Подмосковье-то училась? А? В каком Подмосковье-то есть? Ну, какой-то поселок подмосковный. Я не запомнил. Не, ну, вот в том-то и дело поселок. Понятное дело, как там ЕГЭ, наверное, пишутся. Подозреваю, что такая оценка учебы девушки должна содержать в том числе и признаки уголовного преступления. Ну, конечно. Но дело не в этом. Ладно, такая девушка, она по год не делает. Хуже то, что вот те ребята, которые идут на физтех, готовятся на физтех, поступают на физтех, учатся на физтех. Вот по физике после сдачи ГОСа предметы не знают. Для чего учат физику? Для того, чтобы на... В первую очередь, для чего нужна общая физика и кафедра общей физики? Для того, чтобы рассказать об основах научного метода. В свое время на физтех набирались квалифицированные научные работники, квалифицированные исследователи, которые, ну, бог с ним, пусть это было достаточно плохо формализовано, это систематически не читалось в курсе физики, в учебнике всего этого практически нет, но которые с этим работали, которые знали, как этому научить. Это получалось. Значит, чему должны были научить? Правила постановки эксперимента и интерпретации данных. Вот имеете вы набор данных? Сколько вы из него можете параметров вытащить? Откуда берется критерий х квадрат? Зачем он применяется? Вот у вас есть какой-то набор точек, да? С ошибками. Вот так вот. Сколько параметров отсюда можно вытащить? Измеренных. Почему надо пользоваться критерием х квадрат? Когда надо оборвать вычисление новых параметров? Ребята, сдавшие ГОС, об этом не имеют представления. Им никто этого не объяснял. Вот когда-то, опять же, на занавленной тогда Олимпиаде попался мне восьмиклассник, который тоже об этом ничего не знал. Который считал, что он вот эксперимент провел правильно. Хотя методика была такая, что нужную точность обеспечить никак не мог. Он просто разрезал ножом картофелем на две половинки. Для того, чтобы провести нужные измерения, ему надо было разделить эту картофелем с точностью не хуже одного процента. Он это сделал просто от руки, сказал, что вот я делаю правду. Я сказал, хорошо, давай проверим. Если ты действительно сумеешь несколько раз разделить картофелем и выяснится, что у тебя средняя ошибка не больше одного процента, за счет. На полный балл задачу. Но если выяснится, что это не так, то ты за обман будешь дисквалифицировать. Парень это прекрасно понял. Вот этот парень в это время, борясь за свою оценку, вместе со своим учителем, представителем команды, развил очень сильное давление на жюри. Выдержать его было непросто. Ну ладно, вот такую вещь объяснили. Сделали некоторые внушения преподавателю. Все на этом дело кончилось. С них спокойно никто никого не жаловался. Через три года этот парень, этот хороший парень, с большим отрывом, выиграл этот самый зональный этап. Стал членом сборной и заработал, по-моему, золотую медаль в Международной Америке. Ну, это хороший парень. Вовремя объяснили, что нужно. Он это понял. Ну, фамилию я не буду сейчас называть. Давайте, вот, больной, пьяный. Отучился на физтехе, куда он делся сейчас, не знаю. За то, что его очень хорошо подготовили, тому преподавателю, который там давление разбивал, дали медаль под грамотом физтехе. Это хорошо. Вот это объясняли в восьмом классе. С участниками там, десятого и одиннадцатого класса, такие вопросы не возникают. Сейчас многие ребята, сдавшие ГОС, понятия не имеют о том, как надо работать с данными, как надо обеспечивать нужную точность, измеряемую величину. Ну, хочется так же, чтобы, изучая физику, ребята ознакомились с правилами, как надо строить научную теорию. Что такое бритва Акама? Откуда она берется? Почему? Откуда берется правило, что если не наблюдаешь новую сущность, нельзя выводить новый термин? Почему надо пользоваться как можно меньшим количеством новых понятий? Что надо сделать, чтобы иметь возможность ввести новый эталон? Об этом никто не задумывается. Вообще, в последнее время изучение физики сводится многими, как студентами, так и преподавателями, к запоминанию некоего набора кулинарных рецептов. Причем они достаточно плохо систематизированы. Разные модели имеют существенно разную степень общности. Один применим в какой-то конкретной задаче, другой, например, закон сохранения импульсов, применим всегда. Если вы имеете дело с какими-то физическими измерениями, то применим всегда. Об этом тоже люди не задумываются. О том, что нужно сделать, чтобы провести измерение, что надо иметь эталон. Тоже забываю это. Студенты не знают, преподаватели забываю это. Что такое педагогические измерения? Для того, чтобы провести педагогические измерения, надо иметь педагогический эталон, извините, педометр. Надо иметь измерительный прибор, извиняюсь, опять же, педомер. Оба соответствующие посту. И надо иметь хотя бы технические условия для проверки второго по первому. Для проверки, для калибровки. Ну где? Если эталоны не имеются, технических условий не имеются, измерения проводятся, это, извините, опять же, содержит признаки уголовного преступления. То есть люди получают зарплату за действия, которых совершить заведомо не могут. Это статья мошенничества. Как-то студентов в последнее время учат так, очень многие, что это оказывается в порядке вещей. Биология Лысенко, по сравнению с педометрией, это вообще какие-то детские забавы. И вот эта вот беда системы образования, она возникла не в собственном системе образования. Достаточно общая беда, она связана с падением уровня науки, фундаментальной, и уровня научных разработок. Люди, имеющие сертификаты специалистов, ну какие сертификаты науки существуют? Это дипломы, там, кандидата наук, доктора наук. Это должность, там, руководителя лаборатории, там, или руководителя отдела совершают грубейшие ошибки. Недавно была опубликована статья о том, что нутрино могут распространяться со сверхсветовой скоростью. Я в своё время делал здесь доклад, который давал свою оценку в этой статье. Там целый ряд грубейших ошибок. Грубейших. Вот, в курсе автоматизации научного эксперимента, который нам читал Игорь Александрович Равкевич, на ассоциативу, нам просто на зачёт требовалось такие ошибки находить в различных научных работах. Ошибки грубые. Но, например, нарушается обобщённая теорема Шенн. То есть, в результатах обработки содержится больше информации, чем во входных данных. Вот, насколько я помню, в обработке результатов, в обработке сигнала с детектором и с ускорителем были представлены два графика. Так вот, график с детектором менее зашумлен, чем график с выходного канала ускорителя. Вот такого не может быть в принципе. То есть, там информации больше. Информация возникает при обработке исходных данных. Это вот, по целореческому дементальному теорему. Это не может быть. Если это может быть, то ничего не стоит создать вечный двигатель. Тогда энергетическая проблема кончится. Тогда России не надо продавать нефть и газ. Все могут ездить на вечный двигатель. Почему такая вещь возникает? Потому что те способы передачи, скажем, обучения преподавателей, которые использовались во время научно-технической революции, они уже не годятся теперь. Потому что с тех пор, как научно-техническая революция закончилась, это следует датировать, наверное, окончанием Карибского кризиса, когда был установлен ядерный паритет между ведущими сверхдержавами. И оказалось, что эти сверхдержавы гарантированно не могут друг друга уничтожить, и дальнейшее развитие военной техники решающего преимущества не даст, резко снизились затраты на исследование. И многие разработки были свернуты. Чему это привело? Если раньше этим правилам получения информации люди обучались на опыте, то теперь такого опыта стало значительно меньше. И преподавателей, возможно, преподавателей нужной квалификации тоже стало меньше. В связи с этим система сертификации преподавателей часто дает сбой. Есть достаточно много людей, я с вашего разрешения не буду называть фамилии, опять же, больной там Л, больной К, которые могут принести килограмм справок о том, что они выдающиеся ученые, но не могут сделать связанный доклад о том, чем они занимаются. Есть люди, имеющие дипломы докторов наук, званных профессоров, которые в своих научных исследованиях выдают желаемые изъяснительные. Вот хочется человеку утверждать, что он нашел монополь дирака. Вот он его нашел, и не переубедишь. Хотя, при ближайшем рассмотрении, извините, получается, что это не монополь дирака, а какой-то диполь монорак. То есть можно, когда вот эту часть доклада измирать, что в 60-е годы, когда снизился накал предстояния международной политики, соответственно, снизилась напряженность прикладных исследований, и постепенно вот это понижение уровня дошло до... Ну, не только прикладных, теоретических тоже. Пусть началось с прикладных, потом дошло до теоретических, там до системы образования, и сейчас... Ну, в общем, да. Система, академия наук и система образования уже финансируются не так, как тогда. Если вот во время создания атомной бомбы, когда вот, по-моему, Петр Леонидович Капица написал заявку, это уже исторический анекдот, вот за фамилии, я не ручаюсь, но такие ситуации возникали неоднократно. Значит, была написана заявка о том, что для работы нужно закупить оборудование за границей, за валюту. Заявка была направлена, ну, по анекдоту Берии Лаврентия Павловича. Значит, Лаврентий Павлович посмотрел и написал отказ, потому что валютные резервы исчерпаны, если вам нужно оборудование, подождите полгода, через полгода мы вашу заявку рассмотрим еще раз и постараемся ее удовлетворить. Он, получив этот отказ, опять же, по анекдоту, Петр Леонидович Капица написал на нем или делайте, что просим, или идите. Идите, идите, идите. Ну, Берия обиделся, побежал к Сталину, и что себе позволяют эти ученые? Сталин прочитал, говорит, или делай, что написано, или пойдешь. В результате требуемое оборудование было закуплено. Тогда наука финансировалась на таком уровне. Значит, после того, как был установлен ядерный паритет, на таком финансировании речь уже не шла. Насколько не было. Поэтому, разумеется, приоритетность задачи понизилась, разумеется, средства, которые уделялись на это дело, уменьшились. Разумеется, в связи с этим те знания, которые в результате длительного опыта исследований достаточно много народу могло преобнести, воспроизводиться, перестали. Эти знания были утили. группа людей, которые не обладают, резко уменьшилась. и, опять же, те меры, которые принимаются в министерстве науки и образования, они совершенно неадекватны задачи повышения уровня подготовки школьников и студентов, а также повышения уровня научных разработок. Почему? Опять же, опыт показывает. чем занимаются те преподаватели, которые раньше готовили выдающихся выпускников? они еще пока живы, прошло не так много времени, по возрасту они еще не вымирены. перестраиваются. Есть примеры. Получается, ну, куда им деться, вот они... Значит, эти не перестраиваются, но они в значительной степени замещаются. По поводу репетиторства, сейчас в последние годы наблюдается такое явление, что с репетиторами занимаются лекианики. По той же туре мы знаем, что люди, которые занимали первые места на лекианах на 11-11 по физике, они кроме того, что учились в следующей школе еще муниципатурные тематики занимаются репетиторами? Может быть, но в значительной степени квалифицированные преподаватели замещаются неквалифицированные. Не так. Например, вот меня жаловались вводникоголос, как весна наблюдается отток преподавателей, в том числе русского языка, которые едут в Москву репетиторствуют готовить детей к экзамену на лекианатике. Или по физике. преподаватели русского языка по русскому языку? По-моему, русского языка. Но и по русскому языку тоже. По всем предприятиям преподавателей русского языка и к экзамену по физике. готовят. А тут что, своих мало? Своих мало в Москве, что они из Митогорска едут. Ну, в Москве им выгоднее работать, чем в Митогорске. Ну, Ну, в Москве, по-моему, тоже есть учебницы. Да, поэтому реквалифицированные преподаватели замещаются такими, а мы стоим дешевле. Хотя не всегда цена является показателем квалификацией. Ну, в том-то и дело. То есть, они квалифицированы уже на подготовку к ЕГЭ. В общем-то. Да, они ничем, кроме натаскивания на ЕГЭ, заниматься не могут. Они вообще русский язык изучают, историю, еще чем-то. Только натаскивать. Вопрос-ответ на вопрос-ответ. Вот. Что такое физическая модель? Что такое измерение? Не знаю. Поэтому квалифицированные являются. Вот. То есть, но речь не об этом. Речь о том, что министерство образования таких преподавателей не нужны, которые могут подготовить выдающихся выпускников. И оно их теряет из виду. Если вдруг окажется, что их нужно где-то собрать, оно этого сделать не сможет. Оно их растеряло. значит, вот такой вот глубокий системный кризис с моей точки зрения наблюдается в системе образования. какие перспективы может иметь развитие образования науки? Ну, науке тоже не лучше. Извините, когда в ответ на предложение реформы Академии наук академики начинают дискутировать, как правильно рассчитывать индекс Хирша на члены или на рубль, значит, они, извините, неделом занимаются. если бы, вот, ну, опять же, вспомню. Ну, как же, наверное, бывает только индекс цитирование. Да, ну, не извиняюсь, ошибся, индекс цитирование, как правильно рассчитывать, на члены или на рубль. вот, когда, опять же, в 46-м, кажется, году руководство партии и государства поставило перед физиками вопрос, что хотят провести дискуссию на тему квантовой механики, буржуазной лженаука. Те ученые переглянулись и сказали, мы результатами квантовой механики пользуемся для расчетов или дискуссии, или атомной губы. Все, дискуссия так и осталась историческим анекдотом. На этом все кончилось. если бы они начали рассчитывать индекс цитирования в любом варианте, то, наверное, это кончилось бы без спала. Я думаю, что и правильно. А тогда закрытые были тематики, поэтому индекса цитирования не было, даже в голову не пришло. Правильно, в голову не пришло. и сейчас не должно. Кстати, еще в конце 80-х Сергей Георгиевич Карамурзан, химик, который сейчас больше известен о писании на общественные темы, опубликовал статью на тему индексов цитирования и их применимости к оценке результатов научной работы отдельных ученых или коллективов. Но он там правда больше не был уклон в химии, но у него там есть достаточно яркие примеры, которые, в частности, показывают, что для особо выдающихся работ индекс цитирования как раз оказывается не заоблачным, потому что оно быстро, скажем, становится все очень достоинным. И там статья о цены и крик и по структуре ДНК за лет за пять набрало 500 цитирований, а какая-то совершенно рядовая статья, усовершенствовавшая какой-то механического анализа за то же время мы продаем 50 тысяч цитирований. Ну, вообще говоря, какая-то новая прорывная работа в момент принятия решения о том, надо ее поддержать или не надо ее поддержать, может и скорее всего будет иметь индекс цитирования не будет. Поэтому индекс цитирования не может быть показателем для поддержки какой-либо как сейчас говорят инновационного инновационного статья появилась еще в 80-е это свидетельствует о том, что в узнавые линии внедрить что-то такое у нас были уже таки. что касается оценки ситуации вот я ее изложу. Значит, какие возможны перспективы развития исходя из того, что существует в обществе на сегодняшний день. Мы можем себе сказать так, что кризис образования это часть более широкого кризиса. Я бы здесь знак равенства не ставил. Попробую объяснить почему. Значит, я бы оценил так, что у нас достаточно точно на сегодняшний день воспроизводится ситуация 37-го года. Какие общие моменты я бы видел. Значит, ну, во-первых, у нас сегодня, как показывают последние события, имеется совершенно четкая политическая воля сохранить и даже, вероятно, расширить наше государство российское. Такая воля есть и она достаточно последовательно проводится в жизни. У нас так же, как и в середине 30-х годов растет внешний угроз. Потому что ситуация на Украине возникла постольку, поскольку нужно было организовать политическое и по возможности военное давление на Россию. Именно в это вкладывали средства Соединенные Штаты, о которых они объявили. Вот на создание такой ситуации на Украине было израсходовано Госдепартаментом 5 миллиардов долларов. Это сумма, которую они совершенно открыто озвучили. Вот вряд ли это было бы затеяно, если бы не просматривалась перспектива организации военных баз в Крыму и в юго-восточных областях Украины, и если бы не просматривалась перспектива создания острых противоречий между Россией и Западной Европой, потому что экономика Соединенных Штатов находится сейчас в достаточно тяжелом состоянии, и обострение отношений между Россией и Западной Европой приведет к устранению двух важных глобальных конкурентов. Скажем, именно Россия обладает потенциалом гарантированным ядерного ответа. Обычный темат. неэффективно системы управления. Для реализации крупного проекта сейчас требуется существенно больше средств, чем планируется. Во-первых, в ряде случаев цели проектов не достигается. Вот так был организован наукоград в Сколково. Была попытка организовать прорывы отрасли науки в области нанотехнологий. Эти проекты оказались неудачными. потому что реализовывались с помощью негодных средств. В частности, их реализовывали люди, которые достаточно плохо представляют что такое наука и в связи с этим не в состоянии организовать ее финансирование. Пытаются подменить ответственное экспертное решение какими-то наукометричными вычислениями, что вообще было невозможно. Я постараюсь успеть рассказать почему это невозможно. неэффективно неэффективно и наука. Затраты на научные исследования оказывается распределяются очень неудачно. С моей точки зрения. Почему? Потому что например финансируются опережающими терминами лаборатории, которые проводят исследования в отсутствии какого-либо метода и в связи с этим не имея возможности правильно поставить исследовательскую задачу. Когда вы не знаете в чем верите все как. Возьмите пример. Пример провокационный судя по последнему докладу так организованная работа в геномоцентре. Они пытаются исследовать методы влияния на сложный организм не имея адекватного способа описания этого организма. В результате не имеют возможности правильно поставить исследовательскую задачу. существует множество примеров того, как неадекватная постановка исследовательской задачи привела к грубым ошибкам на результатах исследований. Так, например, судя по истории борьбы со СПИДом, скорее всего, это заболевание от артефана. То есть прямой связи между наличием симптомов иммунодефицита и наличием антител какого-то вируса скорее всего нет. Почему? Потому что точность исследований низкая. Во многих случаях это у меня практически все родственники врачи ближайшие. И они достаточно часто сталкиваются с ошибками диагностики. Какие типичные ошибки диагностики видят мой брат работающий врачи. Он видит, что органическое заболевание путается с депрессивным состоянием. У человека органического заболевания нет. В течение долгого времени его от органического заболевания лечат. Иногда залечен. Потому что у него патологических изменений в организме нет. это депрессивное состояние. То, что он видит у себя симптомы заболевания связано с его психическим состоянием. Давать такому больному препарат, снижающий давление без смысла. Он заметил такую статистическую особенность, что в больнице психиатрически, где эти больные получают антидепрессанты, они не жалуются на повышение кровяного давления. Расход препаратов, снижающих кровяное давление у этой группы больных не превышает расходов на какой-то контрольной больнице. Они не нуждаются в таких больнице. Это типичная ошибка диагностики. Она встречается часто. Обследование у психиатра показано при целом ряде заболеваний. Гипертоническая болезнь, язвенная болезнь. Я не врач, не буду перечислять, вот эти болезни я знаю точно. Могу ошибиться, поэтому врать не буду. При наличии таких ошибок диагностики связать заболевание, вообще выделить заболевание, не имеющее специфической клинической картины в отдельную нозологическую форму, затруднительно. Тем более затруднительно связать его с наличием антитеп в каком-то вирусу в крови. Это первое заболевание в истории человечества, не имеющее специфической клинической картины. Уже поэтому надо быть очень осторожным с выведением такой нозологической формы. Он сам в своей практике многократно наблюдал синдром приобретенного иммунодефицита. Только этот синдром был связан опять же с психическими заболеваниями, с психическим состоянием больного. Он возникал и проходил. Это имело совершенно четкую клиническую картинку. Это не было связано с наличием какого-то чужоводного агента. Для тех случаев, в которых он наблюдал, гипотеза о вирусном происхождении заболевания не требуется. Такие ошибки возникают достаточно часто там, где нарушаются научные методы исследования. Там, где им не следует. Значит, еще раз обращу внимание, что формулировки точных таких методов приняты. Пока что не существует. И решение о том, соответствует работа научному методу или не соответствует, принимается экспертами. В последнее время, в том числе, и системы сертификации таких экспертов не совершают. Ну, в общем, это всегда было. Вспомню. Высерп. Значит... Не, а вот Фигельман, они же там пытались какой-то составить список экспертов. Я, правда, не... Надо было посмотреть, что они там... На основании чего они выбирали экспертов по направлению. Вы не смотрели бы? О том, как правильно сертифицировать экспертов, тоже я бы поговорил чуть попозже. Значит, сделаю заключение о перспективах. Значит, перспективы какие? Наверное, задача о приведении в соответствии системы управления и науке текущим потребностям, наверное, эта задача будет решаться. Потому что, еще раз, замечу, что воля на укрепление и сохранение государства политическое, она достаточно четкая, и... Ну, так нет... Она... Эта линия будет проводиться. Хорошо, но мы даже с вами уже в нашем институте видим, вот я там статейку прочитала, есть такое, как ократия, политическая система, когда наверх всплывают, ну, грубо говоря, троечники. Вот у нас сейчас так и есть. Хорошо, если троечники. Ну, двоечники, ладно. Я не договорил. Вот такая система, такая ситуация может решаться разными способами. Один из сценариев, это сценарий 1937 года. Когда для повышения эффективности системы управления и системы, ну, и науки два раза перебили то, что всплывало. Потом троечники всплывать перестанут. Опасно. Да нет, ну так они сами себя, что ли, будут перебивать? Они же сейчас нами правят, извините, и это почему-то... Вот что характерно, действительно, сами себе. Потому что... Но мы-то тоже не железные, мы столько не живем, вот они пока борются. Это происходит достаточно быстро, но это очень дорого стоит. Почему? Как они друг друга перебили? Когда система управления становится малоэффективной, снижается критический размер управляемой системы. Если система перерастает в этот критический размер, она разваливается на независимые части. Она форминируется. Форминируется. Да, совершенно верно. Вот, собственно, так и произошло. В системе управления сформировались две антагонистические группировки, которые начали вести друг с другом борьбу на уничтожение. В конце концов, одна другую перебила, сама при этом понеся достаточно существенные потери. Вот. Ну, насколько существенны были потери. Перебили довольно значительную часть управляющих кадров в армии. Два раза перебили руководство милиции в то время. И, ну, народный комиссариат внутренних дел, туда, кроме милиции, еще и госбезопасность входило в то время. Вот там руководство перебили на разы. После этого троечники всплывать перестали. В науке тоже достаточно много ученых было репрессировано. Было совершено достаточно много ошибок. Но, в общем-то, в ряде случаев решения принимались правильными и мудрыми. Так, репрессированный Туполев вышел без заключения лауреатом Сталинской премии. Репрессированный Королев вышел, выйдя, возглавил ракетный проект. Ну, Курчатов репрессировал не был, слава богу. То есть отбор шел достаточно жесткий. И хотя было достаточно много ошибок и достаточно много накладных расходов, все-таки дееспособные специалисты были от обыкновены. Ну, наверное, для этого еще и война понадобилась. То есть сейчас мы еще к этому подойдем. Ну, в общем-то, что значит война понадобилась? К началу войны, наверное, в основном эти кадры были отобраны. Потому что в войну... Наоборот, там же армию-то в голову всех перестреляли. А вот когда началась война, вот руками развели. Ну, знаете, конечно, где-то это снижало боеспособность армии. Давайте перейдем к истории. Потому что, например, достаточно часто мобилизационная готовность территориальных дивизий, поддерживающих противоборствующую сторону, снижалась за счет того, что выбивали, например, унтер-офицеров. Это привело к значительному снижению устойчивости частей на фронте в начале войны. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, сохранять такого руководителя, как маршал Тухачевский, в составе высшего руководства вооруженными силами, да еще, допустим, дать ему возможность занять пост министра обороны, которого он добивался разными способами, наверное, это было бы очень опасно. Потому что это сильно снизило бы возможность организации стратегической обороны. Но мы не можем этого... Может быть, мы все-таки обсудим... Да нет, это... И другие методы. Это требует подробного исследования с использованием научных методов, о которых я хотел бы вести речь, а это пока моя частная точка. Давайте обсудим также другие методы организации образования и модернизации. Тогда, в основном, смена руководителей проводилась с применением 58-й статьи антигосударственной деятельности, за каждым пунктом который был предусмотрен смертный приговор. Если как-то усовершенствовать методы передачи знаний и научиться передавать те основные знания в научном методе, которые необходимы для организации исследований с меньшими затратами, то можно обойтись уменьшими расходами. Так, например, для смены руководства можно применить не 58-ю статью, а просто статью о мошенничестве. Это приведет к гораздо меньшему расходу и к гораздо меньшему количеству неисправимых ошибок. Поэтому, собственно, очень важно развить правильный метод обучения и создать для этого работоспособную теорию. Вот о чем говорит личный опыт. Когда начинаешь говорить о методе обучения, очень порядочные люди становятся похожими на Геббельса, хватаются за пистолет. Почему? Потому что вот педометры заявляют, что именно эту задачу он не решает. И они так вот не по назначению используют эти слова, что их люди не видят и относятся к ним очень плохо. В то время как научная работа без соответствия научным методам просто невозможна. Это очень... Вот наличие такой микри, наличие такой псевдо науки очень усложняет решение этой задачи. Поэтому я заранее предупреждаю, что вот та модель, которую я пытаюсь построить, и тот способ, который я сейчас-то пытаюсь изложить, к педометрии не имеет никакого отношения. Давайте это скроменое знамо. Но оно не то, что скроменое. Это некоторая модель, которая позволяет определить, что такое знание, что такое информация. Вообще позволяет ускорить обучение традиционным понятиям. В педагогике всегда использовались понятия знания, умения, навыки. И преподаватели за 30 лет работы там, скажем, понимали, какой смысл следует вкладывать в эти понятия. Этому очень трудно научить, но с опытом это приходило. Последнее время для описания процесса обучения используется масса неологизма, в смысле которых не знает никто. Нет возможности провести достаточный опыт, чтобы тот смысл, который вкладывают разные люди в это понятие, можно было согласовать. Ну что такое компетенция? Я не знаю. В законе об образовании оно применяется. То есть каждый человек может трактовать по-своему. Я под этим понимаю одно кто-то, что-то другое. А есть какое-то определение? Третье, третье. Что? Определение-то есть какое-то там? Я не нашел. Не, может у вас стандартов есть. Нет, нет. Ну как определение? Вот как когда-то философия определяли. Относительно касательных вещей более ревен. То есть в этом определении используется несколько понятий, еще менее определенных, чем компетенция. Которые согласоваются, это отдельная песня. Но для того, чтобы построить такую вот теорию обучения, используется метод достаточно близкий к методу формальной термодинамики. Значит, ну, какие системы можно обучать? Можно обучать такие системы, которые способны к произвольным действиям. Обучение, собственно, состоит в том, что статистика вот этих вот произвольных действий до обучения и после обучения, она меняется. Для того, чтобы эти самые системы описать, нужно выделить те свойства, которые являются определяющими. То есть надо уметь такие системы отличать от других. Это стабильные и неравновесные системы. Они сложны, настолько, что их нельзя создать в результате единого технологического процесса. Они развиваются в соответствии со своим внутренним законом, причиной какого-то времени. Они неравновесны, то есть способны совершать работу над внешней средой в соответствии с каким-то своим внутренним законом. Опять же, они обладают системными свойствами, если их разделить, они эти свойства теряют, но поскольку они сложны, то разделив, собрать их обратно, разделив до некоторого уровня, собрать их обратно невозможно. За время своего существования расходуют на совершение работы над внешней средой количество неравновесной энергии, которое значительно превышает одиновременный заказ. Ну, вот здесь используется ряд понятий, которые требуют доопределения с точки зрения той же формальной термодинамики. Какую систему следует считать равновесной, какую считать неравновесной. Студента, конечно, мы не будем помещать в идиопатическую оболочку. Нам достаточно установить, что вблизи студента не существует какого-то потенциального поля, которое описывает поведение всех предметов. Вот метод потенциального поля, за счет того, что он способен совершать произвольные действия, такого метода не может. Какие-то выводы, которые применители студента не используют, для того, чтобы все те, где обучать это можно? Ой, вы очень забегаете вперед. Значит, сначала определю, что такое неравновесная энергия. Вот если систему поместить в идиопатическую оболочку постоянного объема, то внутренний запас неравновесной энергии такой системы равен максимальной работе, которую она может совершить на внешней среде. Поскольку объем оболочки не меняется по условиям, то работа может совершаться за счет изменения фона. Равновесная система, находясь в такой оболочке над внешней средой, никакой работы совершить не может. Неравновесная может. Таким образом, мы можем внутреннюю энергию такой системы разделить на две части. На неравновесную часть и равновесную. Можно сформулировать несколько теорем о неравновесной энергии неравновесной системы, но я на них сейчас останавливаться не буду. Перейду к теореме существования, которая может быть важна. Для того, чтобы стабильная неравновесная система могла существовать, то есть за время своего существования могла израсходовать количество неравновесной энергии, существенно превышающий ее внутренний единовременный запас, она должна иметь возможность пополнять запас неравновесной энергии за счет внешней среды. А для этого внешняя среда должна быть упорядочена и предсказуема. Может быть, некоторые вещи пропустим, потому что мы и так знаем, что студенты существуют, что этим студентам надо иногда идти. А для того, чтобы студент мог поесть, надо, чтобы была упорядоченная неравновесная среда, чтобы работали в буфет и тому подобное. У него должны быть глаза, чтобы не съесть вилку вместо котлеты, органы чувств, чтобы в нужный момент попасть в столовую, а не в другое место. Ну, в общем, для того, чтобы такая система могла существовать, в ее составе должен быть татчик или органы чувств. Значит, этого мало. Мы это уже видели в примере. Вот, все-таки, наверное, Ленин был великий теоретик, потому что он первый сформулировал субъективный признак революционной ситуации. Наличие некоторой силы, способной что-то сделать. Вот, так вот, необходимым условием существования стабильной неравновесной системы является знание о внешней среде, позволяющей ей правильно пользоваться данным человеком. То есть, для того, чтобы существовать, стабильная неравновесная система должна обладать достаточным знанием о внешней среде. Должна уметь предсказывать ее состояние и приводить свое внутреннее состояние в соответствии с состоянием внешней среды и своей внутренней потребности. А вот. Значит. Вот эти графики, ну, что их перерисовывать, они видны. Это, к сожалению, здесь не подписаны оси. По оси абсцисс отложена энергия, израсходованная на работу датчика. А по оси ординат отложена возможная польза, которую могут принести результаты работы этого датчика. То есть, умея предсказывать состояние внешней среды, стабильная неравновесная система может, например, пополнить свою внутренне безопасную неравновесную мощь. Можно эту пользу определить в энергетических единицах. Значит, однако, на работу датчика можно израсходовать неограниченное количество энергии, повышая точность измерения параметра. А пополнить запас внутренней энергии можно на ограниченную величину, потому что запас неравновесной энергии в среде, он вообще, говоря, исчерпаем. Поэтому, если вы повышаете количество энергии, израсходованной на работу датчика, то есть повышая точность измерения параметров внешней среды, вы в какой-то момент оказываетесь в ситуации, когда работа датчика вам начинает приносить время. Сначала снижается польза, потом начинает приносить время, он себе не оккупается. Таким образом, можно определить количество информации на реальной датчика. Привязаться к максимуму, максимальная польза. Энергия, которая израсходована на получение сигнала, приносящего максимальную пользу, делённая на... Можно ввести количество информации битвы. То есть, потратив такую энергию на работу датчика, стабильная неравновесная система получает возможность выбора варианта поведения из какого-то набора. Значит, логарифм по основанию 2 от количества вариантов может быть взвешенного какого-то количества вариантов. Это количество информации в битвы получаем от работы датчика. Таким образом, можно определить, что такое информация в стабильной неравновесной системе. А вот студентами всё-таки, конечно, информация и знания. Вот методы, развиваемые в последнее время, к превращению их информации в знания, не будут. Знания всё-таки, это способность к успешным, целенаправленным действиям. То есть, когда перед стабильной неравновесной системой ставится какая-то цель, и её действия обеспечивают возможность достижения этого цели. А тут между информацией и знанием знака равенства ставить нельзя. Думаю, что нет. Хотя, конечно, проверить наличие знания можно только убедившись в некотором умении. Скажем так, вот я бы ввёл какой способ разделения знаний и умений и навыков. Навыки – это знания, для формирования которых не нужен учитель. То есть, не нужна стабильная неравновесная система уже обладающим нужным знанием. Для формирования навыков нужно создать условия, в которых эти навыки легче всего сформировать. Для того, чтобы сформировать умения, нужен учитель. То есть, стабильная неравновесная система, которая нужных знаниями уже обладает. И может показать, как надо правильно делать, как может ускорить процесс получения нужных знаний. Собственно, знания высокого уровня требуют для их передачи не только наличия учителя, но и наличия специального языка высокого уровня, который формируется в наиболее совершенном виде с помощью определенного научного уровня. То есть это уже в основном область деятельности науки. Создание специального языка, это собственно и профессионального языка, это и есть цель научного. Поэтому умение это тоже знание, но определенный уровень. Такого передачи которых нет необходимости в применении языка высокого. Казалось бы, если мы применим нашу ситуацию, то есть устные, там делается теоретический вопрос, но это проверяется знание. Есть письменные, там даются задачки, которые человек раньше не решает, а логика решает, то есть проверяется лучше. Но знание все-таки способность к успешным целенаправленным действиям. На устном экзамене можно только установить, нет ли противоречий в языке высокого уровня, которым пользуется институт. Правильно ли его представление об отношениях между понятиями языка и языками высокого уровня? Хорошо, это что касается модели стабильной неравновесной системы. Как можно упростить и ускорить процесс передачи энергии? Во-первых, если в обучении встречаются задачи, которые не решаются в принципе, то обучаемый может потратить неограниченное количество сил и времени на решение таких задач. Ну вот, если взять, заставить студента строить вечное место, он, наверное, потратит неограниченное количество сил и никогда его не построит. Если неправильно поставить задачу, он может потратить неограниченное количество времени и никогда его не лишит. Ну вот, заставить его проводить педагогическое измерение. Поставить перед ним задачу построить педометр. Ну, не решаемый, никогда не решаемый. Какое это имеет отношение к знаниям? Хорошо, вот куча студентов переписывают чужие ошибки. Вот, совсем недавно я дал контрольному студентам своей группы, в которой содержались задачи учебы Копчинкина. Они решены в учебнике Копчинкина. Некоторые с ошибками, с груди. Ну что, они переписали ошибки в какое-то отношение к знаниям. Спехотехника, но для управления государством, для решения исследовательских задач. Вам не нужны спехотехники. Вам нужны системные инженеры. Что такое системные инженеры? Это человек, который обладает достаточным уровнем знаний по вопросам, по многим вопросам, не связанным единым научным методом. То есть человек, который может реализовать методы, принятые в разных науках. Для этого вам надо успеть его обучить. Для того, чтобы обучить педагога, ему хорошо обучить педагога. Ему нужны десятки лет практики. Так, хорошо. Ваш системный инженер должен 20 лет попрактиковаться и преподавать. Он также должен 20 лет поработать в хорошей научно-исследовательской лаборатории, чтобы понять, как достоверные результаты отличаются от недостоверных, чтобы не ловить зеленых чертей. Еще 20 лет он должен, ну, допустим, если вы хотите получить специалиста в области, специалиста широкого профиля, имеющего отношение к медицине, к диагностике. Еще лет 20 клинической практики ему необходимо, чтобы добиться хорошего уровня. Сколько он прожить у вас может? Клиническую практику с работой на таком-нибудь ускорителе? Не представляется, возможно. Или, может быть, переоскакивать зелоконы с определенными жертвами. То есть, как реакторы рисовали и параллельно делали. Ну, потом приходилось, в общем, занятие отравления. Ну, взорвется. Ну, реактор. Не взорвался, загубило какое-то количество душ там и прочее. Как реакторы рисовали и делали. Нет, они все-таки одним делом занимались. Они при этом не резали больного. Так вот вы и там душу загубите, и тут душу загубите. А специалиста не получите. Вот производительность вашего метода передачи знаний недостаточно. Анатолий Иванович, вот мы установили, что студенты существуют. Да. Что у студентов есть глаза или уши, иногда и то и то. Да. Что студентам надо есть. Студентам надо есть. Что там еще мы про студентов установили? Ну, а как это нам поможет? Значит, как нам это поможет? Ну, во-первых, ряд задач на сегодняшний день неформализуемых. Надо формализовать. Надо формализовать процедуру установления. Что такое знание, есть ли оно у человека, как это устанавливается. Две стабильные знания, во-первых, оно всегда конкретное. Потому что внешняя среда упорядочена и предсказуема в разных местах в соответствии с различными законами. Поэтому сравнить знания двух стабильных неравновесных систем по внешней среде можно только в каком-то конкретном месте. Да. То есть это процедура локально. Универсальной метрики здесь не существует. Метрика может использоваться только локально. Да. Это значит, что метрологическую систему, использующую универсальную эпидометр, мы построить не можем. Но мы можем проводить сравнение знаний различных специалистов в определенных условиях. И выяснять, кто знает больше, кто быстрее обучается. Таким образом мы можем сертифицировать эксперта. Чем чаще оказывается, что специалист обладает знаниями больше, чем другой специалист, тем выше его квалификация как эксперта. Как это выясняется? А это выясняется при наличии какого-то конфликта, каких-то противоречий. Как вообще в ходе эволюции сравниваются возможности различных стабильных неравновесных систем? Да по способности концентрируют неравновесную энергию в решающей степени свободы. Это может быть совластями, в которых мало специалистов, которые могут много раз исследовать систему? Это что за область? Я не знаю. Ну, я не знаю. Но, когда она ухо, тело будет у него не обнаружатся, тело будет более анасоциалистичная. Ну, хорошо. Специалист, эксперт низкого уровня, хорошо ориентируется на своем рабочем месте. Специалист более высокого уровня, хорошо ориентируется в гораздо большем количестве аналогичных рабочих мест. Специалист высшего уровня может безошибочно сравнивать квалификации специалистов более низкого уровня, не проводя в полном масштабе процедуру сравнения, процедуру измерения знаний в какой-то локальной области. Вопрос решается достаточно просто. Так решается традиционно и давно. Наукометрия и педометрия используются только в последнее время. А вот эта система, она работает очень давно. То есть можно привести много примеров, когда эксперт высокого уровня Ландау отсеял, он не безнадежен от людей на забракового выбора. Ну, конечно, патология. Уточните цель эксперта. Эксперт действует не только в соответствии со своими знаниями, но и со своими целями. Вам надо еще уметь добиться того, что цель работы эксперта совпадала с целью работы заказчика. То есть его целевая функция требует сертификации и длительной сертификации. Да? Эксперт-человек еще есть какие-то иррациональные, видимо, решения? Ну, вопрос, насколько иррациональный. Совсем иррациональными решениями занимаются врачи. Эксперт в иррациональности решений сильно ограничен. Его решения должны соответствовать определенным целям. он должен пользоваться доверием, так человек, уличенный в мошенничество, наверное, навсегда должен терять возможность выступать в качестве эксперта. Потому что основной показатель квалификации эксперта – это доверие. Если он им торгует, значит, он продаст заказчика тому, кто заплатит больше. Кстати, по-моему, лейтинговое агентство – это совсем антинаучная вещь. В принципе стоит уникнуть, но похоже, что да. Может, у вас это уже как-то подходит к проблемам управления в обществе и прочее? Нет, ну а на какой вопрос отвечает рейтинговое агентство? Если завтра будут выборы, выберут этого человека или так? Нет, предсказывание, ну скажем, экономической стабильности, перспективы проекта какого-то. Рейтинговое агентство? Да, всякие стандарты опроса и тому подобное. Нет, это уже наукометрия. Вы пытаетесь ответственное решение заменить специалиста, заменить каким-то рассчитанным коэффициентом. Вряд ли это получится. Потому что наиболее точными сведениями обладают все-таки эксперты, а не большое количество людей, имеющих отдаленное представление о вопросе. Вообще, правильно организованная система управления решает основную задачу такую. Она передает управление тому, кто в данный момент наилучшим образом с ним справится. Это в досетевую группу получается. Что значит досетевую группу? То есть, чтобы наложить некую сеть, то может много быть путей, причем и динамически могут переключаться. Не очень трудно. Некие ветви управления, что вот один поуправлял, другой поуправлял, образно говоря, и в итоге что-то получилось. Но есть в этой системе узел, находящийся на высокой ступени иерархии, система иерархическая, который принимает решение, когда и кому передать управление, какая часть системы лучше справится с поставленной задачей. Ну, кстати, заодно и ставят задачу. То есть, вот этот узел, находящийся на высокой ступени иерархии, он таки выбирает решающую степень свободы. Так что же все-таки у нас кризисное образование? Теория обучения развилась. Надо снижать затраты на передачу важнейших знаний. Потому что я, как говорил в начале, та ситуация, в которую мы попали, она связана не с чьей-то злой волей, она во многом определяет совершенно объективными обстоятельствами. И для того, чтобы ее преодолеть, нужно приложить ум и товар. В общем-то, в истории России это очень часто удавалось. Не вижу повода считать эту задачу нерешаемой сейчас. Те попытки, которые я предпринимаю, они меня убеждают в том, что это разумеет. Те попытки дают какие-то сейчас конкретные рекомендации? Одной рекомендации разогнать институт педагогических измерений. Конкретные рекомендации? Ну какие? Те задачи, которые раньше не были формализованы, насчет того, что относить к научному методу, в какой-то степени удается формализовывать. Удается это достаточно быстро рассказывать студентам. И мне кажется, что они к этому проявляют интерес. Во многом утрата интереса к физике связана с тем, что за физику выдается какой-то суповой набор ненужных сведений, о которых люди не видят пользы. Раз они не видят пользы, значит вот эта вот функция пользы, она имеет не такой вот, а вот такую. И вкладывать в эту область средства вредно. Для того, чтобы повысить заинтересованность, надо добиться того, чтобы человек какую-то задачу решил успешно. Чем раньше этого удастся добиться, тем больше будет интерес к тому, что вы рассказываете. Не буду врать, что мне это всегда удается. Это достаточно хитрая задача, но это общее право. Наверное, есть люди, которые преподают, которым это удается лучше, чем им. Это задача, о которой опытные преподаватели знают и как-то умеют ее решать. Так, коллеги, у нас сейчас уже двадцать минут девятого, давайте определимся, собственно, когда класс закончился? Ну, в принципе, в основном да. Вопросы, комментарии, замечания. Дальше, я помню. Вот одна из существенных петций внешнего образования состоит в том, что оно во многом уже довольно давно варится в собственном соку настолько свободно причем если брать физтех, то здесь это еще не настолько герметичная система здесь у нас есть выходы в науку через те же самые базовые кафедры, через совместители а если взять какую-нибудь начальную школу, то они уже давно окуплились у них там свои научные школы, которые изобретают способы обучения и как эти способы обучения оукаются потом, когда человек из начальной школы давно окончил можно я сделаю замечание? вот я не встречал начальных школ, в которых занимаются такой фигней они очень много тратят сил на то, чтобы перевести язык с помощью которого им отдают распоряжение на человеческий вот это я видел этим занимаются не учителя начальной школы этим занимаются методисты этим занимаются доктора педагогических наук академики академии образования педагогических наук педагогических наук скажем, невозможно не все знают, но где-то в середине 80-х скажем, в начальной школе произошла реформа реформа обучения русского языка что он был вот такой вот теоретик педагогики, как Ильковин начинал он с того, что разрабатывал методики для обучения русскому русскому языку представителей народов Крайнего Севера потом он эти методики взялся переносить уже на то, чтобы обучать русскому языку всех остальных и с его, вот с разработанными тогда учебниками букварями связывают в частности то, что сейчас скажем, уделяется повышенное внимание фонетике потому что учащихся там сперва учат писать ежик через ократку а потом переучивают, как его надо писать правильно с тем, что там в букварях появляются всякие схемки того, как там слоги, условия там чередуют согласные с согласными которые, в общем-то, учащемуся не нужны но, которые предполагается, что он должен изучить соответственно, сейчас вот до сих пор в начальной школе есть там учебники созданные при участии Илькодина и его учеников есть там вот такой вот цикл учебников Илькодина Давыдова который тоже с упором на схему в том числе учебники по математике там, где какие-то схемы подменяют собой реальное содержание предмета насколько я понимаю, это что-то вот в духе того как вот для того, чтобы запомнить, что там на кого на что делить в какой-то формуле, там рисуют кружок и там, я уж не помню, делят его на три части по каким-то правилам в этот кружок там делимые делители частные вписывают может быть кому-то это из тех, кто плохо усваивает математику, это и помогает но подменять этим реальную математику нельзя и вот, конечно, последствия, когда появилась куча разных комплектов учебников, это, видимо, смягчило последствия вот этих, этого реформаторского узора но, тем не менее, я вижу в этом проявление вот этого эффекта когда люди отрываются от отчета реального и в борьбе за защиту диссертаций, в борьбе, так сказать, за право издать учебник так сказать, или за это тоже получить какие-то плюшки начинают делать вещи, в пользу которых с самого начала сомнительные последствия которых, в общем-то, могут быть долгосрочные и неприятные потому что, если так сказать, потому что, в частности, с распространением этой методики сейчас вот многие наблюдатели связывают массовую безграмотность вот весь этот подонковский жаргон в интернете когда люди вместо того, чтобы писать как надо начинают вот изощряться и писать тот же самый ежик через ократку связывают вот с этими методиками преподавания в начальной школе то, что студенты допускают сейчас археографические ошибки такого уровня от которых даже я хватаюсь за уголом хотя, в общем-то, я... это не только студенты, всякие там плакаты это может быть тоже последствия таким же отдаленным последствиям если в начальной школе математику подменяют бессмысленными схемами то это потом может аукаться на протяжении всей дальнейшей, так сказать, карьеры этого человека потому что он и дальше будет пытаться подменять математику схемами если его с самого начала так научили и это, если у него были какие-то способности, это у него отобьет к этому интерес и отбивание интереса мы сейчас наблюдаем, что происходит порой очень рано совершенно верно я бы эту ситуацию резюмировал так, если вы позволите вот педагогика, как наука, сейчас своего научного метода не имеет она его имитила вот такую ситуацию я бы квалифицировал как то, что педагогика превратилась в лженауку а лженаука может принести самые неприятные результаты вообще, как бы я классифицировал наука это устойчивая в поколениях выделенная группа людей выделенная, имеющая звание это понятно, как она выделяется это выделенная устойчивая группа людей обладающих специальными знаниями такими, которыми люди не входящие в эту группу не обладают для того, чтобы иметь такие знания и воспроизводить это с поколения в поколение нужен научный метод что такое лженаука? лженаука это группа людей, которая имитирует наличие научного метода в действительности таким не обладают ну и что такое антинаука? это группа людей, которая пользуется которая отрицает научный метод пользуется каким-то другим подлинным науком пример антинауки это психоанализ пример лженауки вот вам, пожалуйста, своими дали психоанализ можно вообще это, видимо, как психоанализ антинаука метод интроспекции антинаучен он не пригоден для передачи как некий мнемонический такой этот самый осматривать метод тут можно отдельную классификацию ввести психология тоже это это не наука своего метода психология это определенный профессиональный уровень вот человек, достигший определенного профессионального уровня способный передавать знания он вынужден изучать способность другого человека эти знания принять его обучаем это психология созданием условий при которых передача знаний облегчается он этим занимается он до этого дороже это уровень а так вот психология сама по себе без специального знания обманута нет метода специального позволяющего передать да если есть педагоги которых учат тоже педагоги у которых нет метода кто придумывает что делать с методом откуда его взять создавать надо метод было же вот я говорил что вполне может быть метод отбор тех кто хорошо научился если вы можете достаточно средств вложить у вас есть достаточные возможности для проведения отбора тот кто правильно понимает профессиональный язык его проходит тот кто неправильно понимает тот не проходит вот оказывается что опыта достаточно чтобы вы набрали достаточную группу людей чтобы она могла выполнять определенные функции тоже нет кстати практически нет людей из педагогического образования слава богу если бы занимались педометрией у нас может быть где-то есть в следовых количествах они стали появляться кстати пересечения психология допустим с лингвистикой и прочее вот допустим о науке то есть наука не наука но если допустим нейролингвистический программированный специалисты умеющие сочинить соответствующую мантру могут ускорить там запудрить мозги повысить статистику продаваемости чем у меня было несколько студентов которые вместо того чтобы заниматься со мной физикой занимались нейролингвистическим программированием физический метод очень позволяет очень помогает всем расставить на своем месте вообще вот это спехотехника очень многие люди начинают сдавая экзамен вываливать на преподавателя бессвязный набор слов преподаватель видя в этом наборе знакомые термины помогает им их правильно расставить вы принимаете экзамен это вот пример нейролингвистического программирования знание физического метода позволяет отличить экзамен по нейролингвистическому программированию от экзамен по физике надежно надежно коллеги давайте судя по тому что аудитория вынесла поблагодарим докладчика и закончим докладчик очень догадает